Добрый день, с вами Science Daily и это новости науки. Любой сложный робот имеет набор процессоров, выполняющих функцию его мозга. Такие компьютерные мозги контролируют перемещение робота и его активность. Новый ровер NASA Viper станет первым роботом, у которого процессоры разделены на две группы. Часть процессоров будет установлена в сам ровер, а другая связанная с ним часть будет располагаться на Земле. Задача ровера Viper, который будет отправлен на Луну в 2023 году, найти следы ледяных отложений на поверхности спутника Земли. У лунохода будет два программных обеспечения, бортовое и наземное. Сейчас, используя прототип ровера, команда NASA проводит первые испытания на смоделированной лунной поверхности. В исследовательском центре Эймса оборудовали лунную поверхность с булыжниками, кратерами и неровностями. Прототип ровера проверили на точность выполнения команд, вращение на месте, движение по прямой, временная остановка, контроль положения антенны в процессе движения для обеспечения постоянной связи с Землей. Прототип представляет собой облегченную версию ровера с сохранением механик. Это позволяет также учесть тот факт, что гравитация на Луне в 6 раз меньше земной. Поскольку Луна довольно близка к Земле, задержка сигнала составляет всего 2,5 секунды, поэтому ученые приняли решение обрабатывать фотографии и другие данные, получаемые ровером на Земле с помощью мощных процессоров. Это позволит быстрее обрабатывать информацию, чем если бы ее обрабатывал медленный процессор ровера. Быстрая обработка данных позволит ученым быстрее принимать решения о дальнейших шагах миссии. А это, в свою очередь, расширит исследовательские возможности лунохода в течение его 100-дневной миссии на южном полюсе Луны. Вайпер станет первым ровером подобного плана. И если миссия завершится успешно, то подобная архитектура программного обеспечения будет использоваться и в будущих разработках. Если вам нравится видео новость, поддержите канал лайком и подпиской. До свидания!